добрый день сегодня расскажу как работать над пластилиновой моделью какие есть тонкости и нюансы также покажу как сделать форму для магнитов как известно магниты тоже относится к сувенирной продукции изготавливать только не копилки ограничивая себя в ассортименте нет смысла поэтому копилкам статуэткам добавим еще магниты вот так начнем чтобы изготовить силиконовую форму по пластилиновой модели перед нами модель деда мороза общая высота этой модели 45 сантиметров выполнена этой модель из пластилина заказывал я ее у скульптора ссылку на скульптора оставлю под видео значит цена модели мне она обошлась всем тысяч рублей сам скульптор живет она живет перми да если не ошибаюсь то в город перим вот в чем особенность по традиционной технологии как мы делаем силиконовую форму модель закрепляем на ровном плоском основании дальше ее размечаем и после этого уже выставляем пластилиновый бортик здесь эта технология не подходит почему потому что у нас сама модель пластилиновая если мы по ней просто сделаем разметку разметку нам придется делать чем кита острым предметом то это уже оставит линию на поверхности самой модели и дальнейшем это скажется на качестве ваших отливок то есть эту линию на будет постоянно защищать а еще дополнительно если мы сейчас к этой пластилиновой модели начинаем прислонять и наш пластилиновый бортик выстраивать то и пластилиновый бортик оставит на отпечаток на самой поверхности модели что мы делаем сейчас мы отступаем от традиционной технологии и сначала первым делом мы наносим силиконовый слой на поверхность пластилиновой модели значит обращаю еще какие тонкости и нюансы есть при изготовлении именно моделей которые выполнены из пластилина сколько они это кастомная работа есть полностью ручные на бывает острые углы именно острые переходы где вы показать так вот чтобы здесь было видно камеру придется переставлять вот примеру вот здесь вот если был бы не пологий угол а сразу острый от него надо было пришлось бы избавляться то есть здесь приходилось бы делать радиус добавлять пластилин и формировать радиус чтобы острых углов не было потому что литье не любит острый угол острый угол это концентратор напряжения и от него надо избал избавляться это и лучше для самой формы для расформовки и для самой отливки следующий момент наносим силиконовый слой даем высохнуть наносим еще два даем также высохнуть эти слои мы все не армируем а после того когда уже нанесли порядка трех-четырех слоев у нас появился достаточно объемно уже силиконовые такое скажем кожу на поверхности нашей модели пластилинами после этого по силикону уже начинаем делать разметку маркером пример и выстраиваем пластилиновый бортик чтобы в дальнейшем сделать разъем когда мы это уже сделаем дальше уже начинается традиционная технология наносим еще несколько слоев порядка там двух-трех смотрим по обстоятельствам сколько нам необходимо делаем жесткий кожух и с обратной стороны технология повторяется то есть там недостающие слои силикона наносим и выставляем пластилин жесткий кожух делаем дальше поскольку у нас между двумя этими слоями будет разделительный слой а в этом месте нет нам придется по нашим плоскости разъема разрезать дальнейшем первые три-четыре слоя которые мы наносили на пластилиновая модель я думаю уже всех достаточно запутал наверно приступить к изготовлению и показать что будем наносить силикон прямо на поверхность нашей пластилиновой модели без разметки что нам понадобится нам понадобится уже отмеренное количество силикона видно вот 100 грамм гуляя сейчас утвердителя добавлю два с половиной грамма хорошо все это дело перемешаем и также нам понадобится подготовленные кисти уже видео показывал что готовлю не подготовленного то есть у нее ворс подрезанный и так размешиваем наш силикон в общем про особенности рассказал нанесение скажу так что этот способ не мой до него я сам да не мой личный опыт так него подсказали скульпторы скульпторы делают таким образом все свои силиконовые формы только просто не каждый об этом знает что таким образом можно снимать силиконовую форму пластиковыми моделями там можно достаточно жестко грубить царапать модели поверхности потому что пластик достаточно прочный материал по отношению к пластилину здесь этого делать нельзя об этом приходится вот так вот таким образом работать как правило работа с пластилиновой моделью там порядок сложнее тщательно перемешиваю все потом сейчас нанесу первый слой и этой же кистью которая буду наносить работать сейчас нанесу первый слой на магниты магниты тоже покажу поближе самом деле на сегодня как наверное модели для копилок хороших моделей для копилок рынке ограниченное количество приходится модели заказывать так и с моделями для магнитов их тоже нету вот нашел несколько штук сейчас покажу тоже какие то за магниты как выглядит работать на них начинаем сверху вниз почему ну что силикон наш имеет жидкой текучесть и он будет сверху стекать вниз поэтому и наносим сверху вниз его носим небольшим слоем толстый слой сразу носить не советую толстом слое вы можете не увидеть пузырьки воздуха которые у вас могут остаться на поверхности вашей модели результате получите пузырек на самой ответственной поверхности видны если модель большая да как бы еще не так страшно когда модель маленькая даже маленький пузырек это считай пол модели вашей для отливки здесь уже будет достаточно критично зачем дую то есть на поверхность моделей сейчас на нашей выступает пузырьки воздуха который выходит из силикона когда дую они лопаются вот сейчас вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Почему делаю модель Деда Мороза именно сейчас? Да потому что к Новому году у вас должны быть уже готовые отливки, а вы не суетились, не спешили. Форма должна быть уже сделана сейчас, а потихоньку в течение года отливайте. Они успеют подсохнуть, вы успеете их подкрасть. И к кануну Нового года у вас уже за месяца 2-3 будет готовый объем. Вы будете только им торговать в праздники, и у вас никакой суеты не будет. Как говорится, готовь сани летом. Так вот мы Дед Мороза готовим сразу после Нового года. Ничего я не успел к этому Новому году. Чтобы успеть к следующему, будем делать заранее. Модель объемная, так что здесь приходится обращать внимание на мелочи, на поднутрение. Обратные углы. Почему заказывал модель у скульптора? Потому что я не нашел и на просторах нашего интернета, ни нашем, ни заграничном, ни на ebay, ни на aliexpress. Достойные модели, которые бы мне понравились. Мне бы устраивал и размер, и фактура. У них больше не Дед Мороза, а Санта-Клауса. Поэтому хотелось, чтобы у нас в России был Дед Мороз. И очень похож был он на советского именно Дед Мороза. Надеюсь, что мне удалось донести до скульптора то, что я хочу. А ему, в свою очередь, до потенциальных покупателей эту идею. Я считаю, что эта задумка в полном мере реализована в этой модели. Все хорошо с самой моделью. Я доволен. Да и многие даже. Вот в монохроме она сейчас находится. Сказали, что модель им нравится. Хотя не каждый может оценить качество модели в монохроме. Не у всех есть воображение. Богатые в фантазии. Вот 100 грамм уже заканчивается у нас. Даже наполовину Дед Мороза по-настоящему. Не нанесли, да? Пойдет сейчас замешать еще и... Да нанести недостающий объем. Силикон супермолк. Кому интересно. Ширина кисти на 20 миллиметров. Так, ну что, тут рука осталась с этой стороны, да? Не хватает. Так, надо будет замешать еще. Ставим, отмеряем. Еще 100 грамм. Убрасываем. 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 Два с половиной отвердителя. Смотрите продолжение в следующей части. Продолжение следует... Некоторые спрашивали про вакуумную камеру. Вакуумирую я силикон или нет. Нет, ничего такого я не делаю. Она здесь не нужна. Наносите силикон кистью, небольшим слоем. И я думаю, вы так же будете без вакуумной камеры. Силикон позволяет делать достаточно качественные силиконовые формы без вакуумирования. Не все силиконы, скажем так, могут обходиться без вакуумирования. Некоторые требуются. Особенно, когда вы делаете блочные формы, заливаете силикон большим объемом. Там, конечно, обязательно будут пузырьки воздуха. Там вам нужна будет вакуумная камера. Вот один способ. При нанесении кисти... Кистью работают той же самой. Кисти не поменяла сейчас. То, что остается здесь, вот, небольшой ворс от кисти. Ничего страшного. Первый тонкий слой подсохнет. И если эти места какие-то критичные, то можете, как вам кажется, критичные, можете удалить оттуда механическим способом. Просто выдернуть эти волоски. Это никак не повлияет на качество вашей будущей отливки. И нанести сверху следующий слой. Надо будет подвернуть модель, да, Маляночка? Так. Как мы это сделаем? Хотя бы немного. Ну, хотя бы пускай будет так. Нанесем. Дело уже отсюда. Ну, вот, получилось. Где-то 200 грамм нам потребовалось на модель высотой 45 сантиметров, чтобы нанести в круг. Одну сторону приблизительно 100-120 грамм надо будет, наверное. Когда мы сделаем пластилиновый бортик, потому что там еще на пластилиновый бортик будет уходить. Продолжен он работать над моделью, над пластилиновой моделью Деда Мороза. Что сделал? Нанес три слоя силикона. Не армировал. Прошу эту часть. Почему не армировал? Потому что в дальнейшем нам предстоит его разрезать по плоскости разъема. Он будет из двух частей. Если сейчас проармировать, то когда будем резать, из марли будут торчать нитки в плоскости разъема. Это будет некрасиво на форме рассмотреться. И вторых, скорее всего, будет оказываться на качестве тлил. И сложно резать еще будет. Поэтому армировать на этом этапе не стал. На следующем этапе, когда будем наносить четвертый, пятый слои, там буду армировать обязательно. Армировать можно было, но не саму плоскость разъема. А где-то, допустим, в этих частях. Ну, это лишнее время. Думаю, потом лучше будет заодно все сделано. Что делаем сейчас? При помощи маркера обычный перманентный маркер. Наносим плоскость разъема. Как она пойдет? Наношу ее по самым выступающим частям. Начинаем сверху вниз. Чтобы потом по этой линии выставить пластилиновый бортик. Маркер достаточно неплохо рисуют на поверхности силикона. Стараемся сделать наш разъем максимально вертикально. Но если он будет все-таки как-то там искажаться и играть там криволинейную форму иметь, ничего страшного. Но если есть возможность его сделать более прямым и ровным, надо это сделать. Здесь в следующем пойдет разъем по также голове, по руке, по вертикально. Начинаем сверху размечать. Ничего страшного, допустим, если с первого раза у вас не получится правильно разметить. Именно разметить. Вы посмотрите, что по этой линии разъема ваша модель не будет вытаскиваться, к примеру, да, и потом просто нарисуйте другую линию разъема. Главное, потом не запутаться, по какой линии выстраивать пластилиновый бортик. Но, когда вы сделаете, в принципе, неправильную линию разъема, что у вас две полуформы будут соединяться не по той линии разъема, вот это будет действительно плохо. Почему? Потому что ваша модель не будет в дальнейшем вытаскиваться из силиконовой формы. Ну, вот, приблизительно так. Возможно, как-то я еще подкорректирую в процессе построения бортика, то есть, самого пластилинового. Посмотрим. Следующим этапом будем строить именно пластилиновый бортик и плоскость разъема формировать, делать замки. Замечу, что гораздо сложнее, труднее к силикону не пристает нам наш пластилин, он плохо пристает. Поэтому гораздо сложнее здесь формировать пластилиновый бортик. Больше требует усилий, но здесь по-другому никак, потому что сама наша модель пластилиновая. В общем, как сделаю пластилиновый бортик, обязательно включусь. пластилиновой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...